Ай, начну с анекдота. И сказал господь ирландцам, Я дарую вам лучшую землю в мире, на которой будете процветать вы и дети ваши. Вскричали набожные ирландцы, Благодарим тебя, Боже! Но в чем подвох? И отвечал им господь, Вы просто не знаете, кого я вам определил в соседии. Сегодня речь пойдет всего об одном случае, Когда Великобритания явила миру ярчайший пример заботы о собственных гражданах И спасение голодающих. Значит, начиная с 12 века, Милейшие английские ребята мечом и топором отнимали у соседей кельтов, Коренных жителей Ирландии, их исконные земли. А сейчас время для вашей любимой рубрики. Рекламы! Господа и господамы, хочу порекомендовать вам ютуб-канал Лекторий Достоевский. Уникальная бесплатная современная медиатека, Где в простом и интересном формате вы сможете узнать об истории, литературе и искусстве. В Лектории собраны только самые достоверные, интересные и неординарные факты и описания событий. Сколько фаворитов было у Екатерины Второй? Правда ли, что Ленин недолюбливал Сталина? Какая татуировка была у Николая Второго? Узнать ответы на эти вопросы можно на канале Лекторий Достоевский. Форматы на любой вкус, курсы, лекции, короткие видео с фактами и, конечно же, рубрика «22 минуты». Лекторий Достоевский рассказывает просто о сложном и важном. Новые видео выходят часто, а в комментариях разворачиваются целые баталии. Переходите на канал по ссылке в описании к видео и подписывайтесь. Пишите, что вы от Зайзевского. Ирландцы, если что, уже не были язычниками, а были католиками. Они еще запрещали ирландцам говорить на родном языке, а еще владеть землей. Да, вы не ослышались. К началу 18 века на территории Ирландии ирландцы не владели землей в принципе. Вся она принадлежала благородным английским лендлордам, которые сдавали ее нищим ирландцам в аренду. Цена аренды при этом была в 2-3 раза дороже, чем в Британии. В Ирландии ведь у людей просто не было альтернативы сельской жизни, так как практически вся промышленность, которую тут пытались строить, подавлялась метрополией. А зачем плодить конкурентов в собственной колонии? Но какое-никакое производство британцы, если развивали, то только в северной части острова, где население наиболее подверглось их влиянию и более всего ассимилировалось. Ну и протестантами они еще стали. Ну плюс британцы сюда своих людей подселяли, поэтому там смешение произошло гораздо более активно. Все промтовары для Ирландии покупали у Англии. Все здесь работали на земле. Ирландия была полностью превращена в источник обогащения сиятельных сыров и главного поставщика сельскохозяйственной продукции. А основными статьями экспорта стали картофель, пшеница и мясо. А еще поставщиком дешевой рабочей силы и солдатов, Ирландия была страной белых рабов, производящих все для своих завоевателей. До голода население Ирландии составляло, ну, где-то 8 миллионов 200 тысяч человек. В предыдущие десятилетия численность ирландцев росла, хотя Британия и вела здесь разорительную политику. Благодаря картофелю, дающему хороший урожай на небольших участках, голода практически не наблюдалось. Картофель на Изумрудном острове появился в конце 16 века и сразу стал доминирующей культурой на столе подавляющего большинства небогатых в своей массе ирландцев. А бедными и нищими крестьянами, живущими в полуземлянках, было около 85% ирландцев. В мягком и влажном климате картофель давал неплохие урожаи. В середине 19 века более трети всех пахотных земель острова было занято картофелем, а его доля на внутреннем продовольственном рынке составляла ни много ни мало две трети. И так как большую часть произведенного ирландца продавали в Англию, чтобы заплатить ренту арендодаторам, то для собственного прокорма оставалось немного, лишь около 20% обрабатываемой земли, которую и засаживали основном картофели. В 40-х годах 19 века многомудрые англичане решили значительно улучшить жизнь в Ирландии. Подумали, подумали, да и отменили так называемые хлебные законы. Цены на хлеб мгновенно рухнули, ниже уровня ла-манша, блин, а хозяева земель, дабы не потерять своих прибылей, резко взвинтили арендную плату для арендаторов ирландцев. Массово разорявшихся местных жителей просто выгоняли, а сам процесс красиво называли «отчисткой поместья», блин. Но это только начало. В 1845 год на корабле из Америки на остров попал неизвестный прежде грибок фитофторы картофеля. Болезнь вызывается паразитическими грибоподобными микроорганизмами, оомицетами, и распространяется от растения к растению стоками воды, ну и при непосредственном контакте. Начался сущий кошмар. Ну представьте, вы ирландский крестьянин 19 века. Вы взяли в аренду землю и работаете с семьей на ней. Выкапываете вы корнеплоды, и все, ну, кажется, все прекрасно, все отлично. Картошка здорова, как и всегда. Вы довольны ложитесь спать с мыслью о том, что вы, наконец, расплатитесь с арендодателями. Но наутро вы обнаруживаете, что извлеченные на воздух клубни за ночь покрылись гнилью. И есть картофель теперь, но не рекомендуется. Не возникает у вас такого желания. Из-за фитофтозной гнили вы за сутки потеряли годовой запас провианта. Примерно так это все и выглядело. Ваши реакции? Пишите в комменты. Я не люблю вас, что называется, байтить, но пишите, интересно. Интересно еще, останутся ли здесь люди, кто будет видеть в Британской империи оплот цивилизаторства и главного борца за права человека. Ну ладно, об этом позже. 11 сентября 1845 года Freeman Journal писал о фермере, который в понедельник снимал урожай в поле, а во вторник увидел, что все клубни сгнили и не годятся для употребления в пищу ни человеку, ни животному. Вместо отличного картофеля амбары наполнялись гнилой зловонной массой. Эпидемия картофеля быстро охватила всю страну, ибо омицет очень быстро плодится и распространяется великомощными темпами. Уже в начале 1846 года начались первые смерти от голода. Начался ангортамор, как называют его ирландцы, известный также как ирландский картофельный голод. Урожай 1946 года тоже сильно пострадал, не поверите. На посев шли прошлогодние зараженные и плохие клубни. А если вы посадите больной клубень, то вряд ли у вас вырастет здоровый плод. Но все-таки в 1947 было чуть получше, но в этот раз засадили слишком мало земли. При исполненной надежде фермеры в следующем году посадили в три раза больше, но урожай вновь погиб. 1948 год был самым тяжелым. Лишь в 1949 голод в отчаявшейся Ирландии, ну немножечко вот самую малость, спал. Но даже тогда еще по свидетельству какого-то безымянного жителя одной из деревень в городстве Гэллоуи, по улицам днем ходили живые скелеты. Во время голода ирландцы пытались добывать в море мидий и другую живность, которые по незнанию травились. Воровали, придумывали способы есть разные сорные растения, но это не спасало. Выросла преступность также. В современных документах сами англичане признают, что избежать массового голода можно было. И нужно было-то всего лишь отменить экспорт зерна и мяса из Ирландии. Но угадайте, какое решение приняла британская корона? Напомню, что в 1846 году официально зарегистрированы первые смерти от голода. Экспорт зерна и мяса по приказу из Лондона был увеличен, а земледельцы массово разоряются. Правительство в качестве спасения предлагает всем, кто после голодания еще способен держать в руках кирку. Нет, не помощь. Они предлагают строить дороги. А вместо оплаты труда им обещают еду. В этих строитрядах мрут те, кто умудряются выжить ранее. Но самое страшное ирландцев ждет впереди. Зима 1846-1847 годов выдалась экстремально холодной. Холода стояли такие, что правительство декретом запретило проведение работ на открытом воздухе. Люди с ослабленным от голода иммунитетом умирали десятками тысяч каждый год. Плюс к этому еще и присовокупились другие заразы. Тиф и дизентерия. От болезни погибло не меньше, чем от голодного истощения. Цветущие зеленые луга покрывались трупами. Псы ворошили неглубокие могилы. Умирали старики, женщины, дети, здоровые мужчины. Насколько здесь можно быть здоровым? В общем, все. Статистика скупо сообщает о десятках тысяч умерших. Благородные джентльмены столь сильно переживают о мрущих как мухи ирландцах, что отменяют даже суповые кухни, на которых ограниченно раздавали пищу некоторым голодающим. Да и то это были голодающие, которые хоть чуть-чуть, но как-то держались на трудах, строя дороги. Современная демократическая партия Северной Ирландии называет эту цифру заниженной минимум в 10 раз. 29 июля 1848 года вспыхивает голодное восстание под предводительством Уильяма Смита. Восстание топят в крови при помощи армии, расстреливая полуживых людей, требующих всего-то пищи. А что же еще в течение этих лет делает правительство Великобритании? Давайте-ка посмотрим. В то время как в Ирландии, которую британская корона считает исконно английской матью с землей, массово умирают люди. Оно увеличивает арендную плату на землю, наращивает экспорт по всем позициям и запрещает поставлять на остров продукты питания. Запрещает! Вы думаете, я ошибся? К печали рыжих кельтов? Это не так. В пиковые годы спасать от голода умирающих пытаются все, кроме сиятельных господ с Туманного Альбиона. Вот сейчас я, честно говоря, охерел от этого. Ну, послушайте. Турецкий султан, Абдул Нажджит Первый, предложил английской королеве выделить из собственных денег 10 тысяч фунтов стерлингов на поддержку голодающих и направить морской караван с пищей. Султан Османской империи, мать вашу! Мусульманин! Чтобы понять фантастичность ситуации, просто представьте, что султан, что был дланя лаха на земле, как бы, предлагает помощь стране, которая и поныне исповедует в повседневной жизни самый радикальный католицизм. Представьте, что такая запрещенная организация, как ИГИЛ, предложила бы помощь голодающим хасидам из Полтавы. Вот будет приблизительно то же самое. Кто не знает хасиды, это центральные европейские евреи. Ее величество, королева Виктория, сообщила султану, что ирландцы чувствуют себя прекрасно и ни в чем не нуждаются, поскольку она выделила голодающим аж две тысячи фунтов стерлингов. Еще раз, две тысячи фунтов стерлингов на голодающую страну с населением более восьми миллионов человек. Хотя к тому моменту, по факту, уже и не восьми. Султан Синьори Викторий почему-то не поверил и все равно отправил в Ирландию несколько судов, груженных продуктами питания. Понимая сложность морского маршрута для кораблей, которые везли гуманитарный груз без предварительных международных договоренностей, тысячи османских моряков рисковали своей жизнью, чтобы спасти голодающий, незнакомый им католический народ Ирландии. Преодолев морские воды Италии, Франции, Испании, груз все-таки доплыл до Лондона. Но и тут под разными предлогами Англия отказывалась принимать гум-помощь от Османской империи. Об этом было сразу донесено до султана. Он в Ахере приказал найти другие пути, чтобы донести, наконец, до адресата груз. Отплыв из Лондона, османские корабли направились в саму Ирландию, где остановились на порту в местечке Дроэда. В памяти помощи Османской империи голодающему народу Ирландии британская пресса назвала Абдул-Межджида добрым султаном, написав следующее. Мусульманский правитель, представляющий многочисленное исламское население, проявил теплые отношения к христианскому народу. Может, такие взаимоотношения станут традицией во всех сферах последователей полумесяца и креста. В благодарность за помощь султана на гербе Дроэды появились полумесяцы звезда. А еще ирландцы написали письмо, которое хранится до сих пор в архивах Тапкапы в Стамбуле. Мы, дворяне, джентльмены и другие свободные люди Ирландии хотим выразить нашу благодарность за ту щедрую помощь султана Османской империи во время ужасного голода. Мы были вынуждены обратиться за помощью к другим странам, чтобы спастись от смерти и голода. Щедрый ответ Османского султана должен явить собой пример для европейских государств. Многие люди были спасены вашими усилиями. Мы выражаем благодарность от своего имени и надеемся, что Османский султан в его владениях будет обережен от ужасов, постигших нас. Кстати, в 1923 году, когда уже европейские страны и уже Республика Турция подписывали Лозанский договор, единственные делегаты из Ирландии отказались примкнуть к европейским странам и встали на сторону турков. Удивленный столь неожиданному союзнику делегат из Турции Яхья Кемал спросил у ирландской делегации в чем причина такой позиции Ирландии, на что получил следующий ответ. В то время, когда мы боролись с голодом и эпидемией, мы не увидели помощи и поддержки от европейцев. Нам помогли только османцы. Вы нас поддержали в самые трудные времена. Мы также хотим помочь вам в эти трудные дни. Вот так вот оно бывает. Но мы вернемся к Великому Мору. Помощи османов, как вы понимаете, было недостаточно. Чтобы спастись, народ массово повалил из деревни. Но внутри страны податься было некуда, ведь фабрики, заводов не было. Как решение вопроса голода, английские лорды вместо еды предложили ирландцам эмигрировать. Мол, кормитесь за океаном сами. Именно на этот исторический отрезок приходится самая массовая эмиграция ирландцев в Америку. Ирландский революционер Томас Фрэнсис Мигер в 1847 году констатировал, что единственное, что пощадили англичане, процветающая пререгированная отрасль. Ирландское похоронное дело. И люди толпами шли в порты. Но наши заботливые любители вечных человеческих ценностей не были бы собой, если бы не помогли умирающим от голода и тут. Эмигрантов везли в Новый Свет на кораблях, которые английские моряки Острословы, можно сказать, английские моряки Острослова, называли коффин шипс. Или гробовозки по-нашему. На этих кораблях, если что, возили свой товар работорговцы. Нормальненько, да? От истощения ирландцы умирали по пути и даже уже на причалах в Новом Свете. На этих местах, кстати, установлены сейчас памятники. За годы голода из Ирландии уехало более миллиона человек. Среди них, кстати, были предки таких персонажей, как Джона Кеннеди или Кенри Форда, например. Они были ирландцами. И они прекрасно помнят, как свободно и сытно жилось их предкам под ласковой рукой британской королевской сучки Виктории. Именно тогда, во время голода, сформировалась крупная влиятельная ирландская диаспора в США. В следующие 15 лет эмигрировало еще более 1 миллиона 700 тысяч человек. Исход бедноты, еле выживший в страшное время 1840-х годов, продолжался. Но даже по прибытии в страну, вот блин, населенную все теми же англосаксами, ирландцы подвергались унизительной процедуре медицинского осмотра. Куда входил обмер черепов, размеров ушей, носа и прочего. Ничего не напоминает, а? А повсеместные надписи Ноу Ириш Нит Эпли, ирландцам не входить или ирландцам не обращаться, исчезли с американских улиц чуть раньше, чем такие же для негров. В это же время член колониального правительства, английский лорд Джон Тревельян, называет голод божьим провидением и природным регулированием численности населения Ирландии. Как по мне, так это вот очень похоже на истинное христианское милосердие. Я хоть и не христианин, мой бог Ходинский отец, но против христианства я ничего не имею, как и против других религий. Но использовать религию для того, чтобы как-то обосновать геноцид народа, это выглядит крайне мерзко. Но вы можете подумать, что Британия, наверное, что-то все-таки доделала. Вопрос, а что же? Ну, практически ничего. Огромная империя с ее колониями, Канада, Южная, Восточная Африка, Индия, Австралия, Новой Зеландия не стала кормить ирландцев. На самом деле, как бы, этого и не требовалось, если что. Достаточно было просто запретить вывоз зерна с изумрудного острова. Его, как бы, имелось даже больше, чем нужно для спасения голодавших. Но зерно вывозилось на экспорт, и правительство в Лондоне не посчитало нужным запретить это. Под военным конвоем продовольствие доставлялось в порты. И оттуда, в Британию, под военным конвоем, урожаи всех культур, кроме картофеля, в годы голода были отличными. Фермеры платили ренту зерном. А сами потом ловили дичь. И, блин, домашних животных. Ели кору, крапиву. И вообще, что найдешь, то съешь. Тех же, кто ренту заплатить не мог, сгоняли с земли. И они пополняли толпы нищих бродяг. Англичане своими экономическими интересами жертвовать и не думали. Пока один корабль шел в Ирландию с едой, собранной частными благотворителями, им навстречу двигалось еще несколько, но вывозящих еду. Ирландцы помнят голод до сих пор. Попробуйте назвать Ирландца англичанином, только лишь потому, что он говорит по-английски. Да он вам в морду даст, и будет прав. Ибо редкий ирландец хотел бы быть англичанином. Ну, то есть, человеком ненавистного и жестокого племени. Это чувствовали и сами англичане. За исключением полного обезлюдивания или прямого порабощения жителей, почти все было сделано для того, чтобы ирландцы проклинали завоевателей. И они проклинали. Не стоило удивляться, что один из них, Уильям Гамильтон, один из немногих ирландских фабричных рабочих, у которого умерла сначала жена во время голода, а потом еще и двое детей. А теперь он еще и рабочее место потерял. В 1849 году решился на покушение на королеву. Он выстрелил в Викторию, когда та ехала по Констьюшн-Хилл. Но, блин, пистолет не был заряжен. И Уильям лишь напугал объект покушения. Гамильтона тут же схватили и через время на 7 лет сослали в Австралию. Дальнейшего судьба неизвестна, вроде как из Австралии не возвращался. Государство Ирландии так и не смогло восстановиться после этих чудовищных лет. Если в 1841 году перепись населения показала цифру 8 миллионов 178 тысяч человек, то в 1901 эта цифра составила всего 4 миллиона 459 тысяч. Как вы думаете, какое население Ирландии сейчас? 5 миллионов человек. Ну и плюс еще 1 миллион 800 фейерной Ирландии. От голода умерло более полутора миллионов человек, а остальные бежали из страны. Памятники ирландскому голоду, помимо столицы Ирландии и города Дублина, стоят в Бостоне, Филадельфии, Нью-Йорке, Чикаго. Памятные монументы также расположены в Канаде и в Австралии. И расположены зачастую на тех местах, где погибали приезжие от истощения. И вы не думайте, что вот в то далекое время британцы натворили херни, а сейчас они поняли ошибки и справились. Нет, это те же люди. Железная леди британской политики, та, кем так упоенно восхищаются все либеральные сволочи, назовем их правильно. Маргарет Тэтчер, к примеру, величала ирландцев исключительно и в речах обращалась по отношению к ним эти грязные животные. В годы ее правления в Британии был принят ряд законов, разрешающих применять против жителей колоний неограниченную военную силу. Благо колоний у них осталось на тот момент мало. Когда же она, наконец, отправилась на перезагрузку через явление, называемое «Смена мерного тела», сокращенно «Смерть», на площади ирландских городов высыпали многотысячные толпы неблагодарных островитян. Зловредные кельты от радости устроили всенародную попойку, до упаду плясали джигу и размахивали плакатами, самый скромный, из которых гласил «Бич из дэд!» Сука умерла! Как водится, в цивилизованных странах этот фестиваль разгоняли при помощи водометов и полицейского спецназа. Но все же ирландцы, эти отчаянные рыжеволосые пьяницы и дрочуны, не были бы потомками кельтов и викингов, если бы сломались и не выжили. Но каким трудом? Современный поэт Дженнифер Иган в одном из произведений писала «Отбирали наш скот, отбирали наши поля, загробастали наши наделы перед нашими голодными глазами». Боль той трагедии все еще эхом отзывается в культуре народа. Что правильно, враг-то не повержен. А в Великобритании же, напротив, о картофельном голоде стараются вообще лишний раз не вспоминать. Про него не рассказывают ни в школе, ни в каком-либо медийном пространстве. Че-то в вузах там чуть-чуть говорят и все. А если вы это и расскажете, то вас за дурачка посчитают. Но, кстати, был один момент, когда в 2017 году был показан очередной эпизод популярного сериала «Виктория», в котором продемонстрировали великий голод. И реакция публики походила на взрыв. Многие британские зрители возмущались, что не знали о голоде, и им прежде никто и не думал об этом рассказывать. Сценаристов завалили словами благодарности. Вдруг внезапно для простого люда открылось, что в их просвещенной империи, где вскоре открылось первое в мире метро, 1861 год, в стране, претендующей на роль мирового цивилизатора, в стране свободы и парламентаризма, правительство так бесчеловечно и на похер смотрело на гибель сотни тысяч своих, между прочим, граждан, запросто отбирая еду у людей, умирающих от голода. Сложно найти в истории Британии более позорную страницу. Голод в Бенгале, кстати, еще можно припомнить. А теперь расскажите мне про тоталитарную Россию, Советский Союз, там голодомор на Украине, в Казахстане, я жду, я готов. Хотя нет, я сам вам про это расскажу, но тогда, когда это будет для меня интересно, когда тема завлечет. Поэтому пока так. Огромным вам удачи и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова